Реально побороть коррупцию и какой он коррупционер 2015? Ответы на эти вопросы вместе с московскими коллегами искали в ходе видеоконференции представители прокуратуры и профильного комитета республики. Обсудили реализацию национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, а также поговорили об имеющихся проблемах и успехах освоения полуостровом правового поля Российской Федерации. Коррупция в России сегодня признана угрозой национальной безопасности государства. Проблему необходимо решать на всех уровнях. Коррупция признана главным тормозом развития России во всех областях и в политической жизни, в социальной сфере, экономической, во всех сферах. Сегодня 92 нормативно-правовых акта, половина из которых законов, которые направлены на противодействие коррупции. Другими словами, у нас сегодня сформирована мощная законодательная база по противодействию коррупции. И она достаточна для того, чтобы проводить хорошую, эффективную профилактическую работу, своевременно выявлять и пресекать коррупционные правонарушения. Кстати, о профилактике. Крым в этой сфере наращивает обороты. Это и беседы, и баннеры, и методические рекомендации для госслужащих, плюс телефоны горячих линий, куда может обратиться любой гражданин. Также республика активно осваивает правовое поле Российской Федерации. В апреле обсуждаем актуальные вопросы, занимаемся выявлением правонарушений коррупционной направленности, применяем новые для Крыма институты, такие как утрата доверия, привлечение к административной ответственности. Антикоррупционная экспертиза стала совершенно новым институтом для Крыма. Были определенные сложности, но вместе с тем мы их преодолеваем. В прокуратуре в прошлом году изучено порядка 4000 нормативных правовых актов. Кропотливая работа дает свои плоды. За 2014 год в республике было выявлено порядка 150 преступлений коррупционной направленности, а за неполный 2015-й – около 70. Разумеется, есть и трудности. В Крыму, как в новом субъекте Федерации, появляется огромное количество рисков, своего рода соблазнов для коррупционеров в разных сферах. Но в Комитете по противодействию коррупции подчеркивают – все под контролем. Вчера со всеми федеральными службами, имеется в виду правоохранителями, надзорными, было проведено главой республики совещание, где была поставлена четкая задача по, скажем так, выявлению основных направлений, то есть, как понимать, рисков во всех отраслях. Наиболее правильно названные, и это касается имущественных отношений, это касается земельных отношений, это касается строительства, это касается транспорта и так далее. Самое важное – это правовая культура, которую за год не изменишь. В зоне риска все те же. Больше всего коррупции в правоохранительных органах, в аппарате госслужбы среднего уровня, а также в сферах здравоохранения и образования. Анастасия Соленик, Александр Тегниридно. Время новостей.